Как остановиться и не покупать больше Наташи Денона? Вот вопрос, который интересует меня уже последние полгода. Без комментариев. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы вместе с вами будем распаковывать все вот эти посылки. Здесь у меня Культ Бьюти, Золотое Яблоко, Литуаль и посылка от Витти Косметикс. Здесь, если мне не изменяет память, 4 палетки теней. Одна из которых это Худо Бьюти, новая палетка Ноти. И также одна из палеток еще дороже, чем Худо Бьюти Ноти. Попробуйте угадать, кстати, что это за палетка. Прямо сейчас поставьте видео на паузу и попробуйте угадать. Ну что, сделали? Тогда не буду больше затягивать видео. И поехали. Честно говоря, даже не знаю, что из этого мне вскрыть первым. Поэтому давайте, пожалуй, пойдем примерно так, как оно и лежит. И начнем с посылки от Литуаль. Здесь всего ничего. Здесь должно быть буквально несколько средств. Но они достались мне по достаточно хорошей скидке. На все из них было, по-моему, 50% скидка. И это все средства для губ. Итак, здесь действительно оказалось два средства для губ. Не обращайте внимания, что упаковки три. На самом деле средства всего два. Я думаю, вы уже догадались, почему упаковки три. И в чем здесь фишка. Первое средство это бальзам для губ от бренда Nars в оттенке Orgasm. Я очень долго сидела, выбирала все эти оттенки. Даже думала сначала на Кульду Бьюти заказать наборчик этих бальзамов. Здесь сразу четыре оттенка. Но не полноразмерная версия, а миниатюр. Но в конце концов решила то, что на кой черт мне четыре бальзама одинаковых в одной и той же формуле, но в разном оттенке. Попробую сначала полноразмерку. И если мне так сильно понравится, то, быть может, потом приобрету набор миниатюр. Больше всего, конечно же, меня интересовал оттенок Orgasm. Потому что он самый распиаренный. Вот можете посмотреть на него на руке. У него невероятно нежный розовый цвет. И очень красивое сияние. Не видно блесточек, что очень классно. Потому что блестки на губах смотрятся обычно просто ужасно. А здесь именно красивое сияние, которое исходит как будто бы изнутри кожи. В общем, оттенок пока что безумно красивый. Я очень надеюсь, что это средство оправдает мои ожидания. И второе средство из моего заказа, это, как вы уже, скорее всего, догадались, помада Rouge G. Поэтому, собственно, здесь и две упаковки. Первая упаковка это сама помада. И вторая упаковка это сменный блок. Помаду я взяла в оттенке 0,6. К сожалению, сводч у этой помады просто везде разные. Поэтому подобрать что-то онлайн нереально. Я ходила специально в магазин, я нашла ближайшую Сифару, сходила и там этот оттенок потестила. Я хотела что-то более нюдовое, но, к сожалению, в моем представлении нюда у линейки Rouge G не оказалось. И я взяла оттенок 0,6, который больше похож на что-то пыльно-розовое, конечно же. Теперь давайте посмотрим на сам цвет помады. Как я уже сказала, это нечто ближе к пыльной розе. Вот такой вот цвет. Он одновременно и розовый, и коричневый. Он достаточно яркий и не совсем подойдет все-таки на нюд и на каждый день. Но к большинству моих макияжей, я думаю, он скорее всего подойдет. Формула у данных помад, насколько я знаю, очень приятная. Я не слышала, наверное, ни одного отрицательного отзыва на данную помаду. Поэтому, в общем-то, я и выбрала именно формулу Rouge G. Дальше давайте все-таки вскроем посылку с Культ Бьюти. Удивительно то, что посылка с Культ Бьюти очень маленькая, а средств там штук 6 или 7. А посылка от Золотого Яблока вот такая большая, а там всего два средства Золотого Яблока. Как так? Они не такие большие, чтобы делать такую огромную коробку. Почему у Культ Бьюти умещается все в гораздо меньшую упаковку? На Культ Бьюти я на этот раз оторвалась по полной. У меня три палетки, два средства для губ и тушь. Давайте, пожалуй, начнем с палеток, потому что это самое-самое интересное. Две палетки, которые я еще не оглашала, это две Наташи Деноны, мини-версия и не мини-версия. Первая палетка это мини-ретро и вторая палетка это палет 5 в оттенке 02, которую я наконец-то заполучила. Давайте начнем скрывать мини-ретро. Мини-ретро я решила купить после того, как приобрела мини-зента. Я сначала долго-долго сомневалась, потому что эти две палетки похожи друг на друга, но все-таки качество мини-зента и те макияжи, которые у меня с ней получаются, меня достаточно сильно порадовали. И я решила то, что нужно, нужно приобрести мини-ретро и больше не томить свою душу. Вот так выглядит мини-ретро. И, кстати, конечно же, если вы хотите обзор на что-либо из того, что я сегодня показываю, то вы знаете, что нужно сделать. Нужно написать внизу. Мини-ретро безумно-безумно красивая. Я понимаю, что эта гамма не для всех, не все такое любят, но на мой взгляд это просто идеально. Конечно же, давайте сделаем свотчи. У нас здесь два матовых оттенка, которые, я уверена, будут, как всегда, великолепны по качеству, потому что к матовым от Наташи Денона у меня никогда не было претензий. И, о боги, какие же, какие же обалденные и классные здесь шиммеры. А-а-а, я обалдею. Вы только посмотрите на этот перелив. Я надеюсь, сейчас видно на камере. Это какой-то космос. Просто космос. Я обожаю, обожаю формулу теней от Наташи Деноны. Обожаю то, как она сочетает цвета, потому что это действительно безумно-безумно красиво. Оттенок, который кажется в палетке зеленым. Обратите внимание, на самом деле на руке не зеленый. Это какой-то землисто-оливковый оттенок. Вот очень странное описание, но у меня ощущение, что этот цвет грязи с добавлением оливки. Серьезно. Но я думаю, что на глазах, как раз-таки там, где должно быть затемнение, этот оттенок будет смотреться хорошо. Второй матовый оттенок здесь, как всегда, все-таки чуть темнее, чем в палетке. Безумно-безумно красивый вот этот розовый оттенок. Он очень красиво переливается. И помимо всего прочего, в нем тоже содержатся маленькие-маленькие блестки, которые заставляют этот оттенок сиять при каждом повороте руки. Очень также красивый зеленый оттенок. Он не очень сильно похож на оттенок из мини-зенда. И последний оттенок, он же, скорее всего, топпер. Очень красивый оттенок, который безумно классно переливается. Он на свету смотрится, на самом деле, как один из самых красивых оттенков в этой палетке. Потому что здесь очень много мелких красивых блесточек. И они сияют при каждом повороте руки. В общем, пока что, судя по сводчим, это любовь, любовь и еще раз любовь. А как оно будет на практике, мы узнаем позже. Потому что в той же самой мини-зенда тоже есть топпер наподобие вот этого оттенка. И, как вы помните, от того топпера я плевалась очень и очень долго. Вторая палетка Наташи Деноне, это, как я уже сказала, полноразмерная палетка номер 2. Это палетка в крайне повседневных оттенках с добавлением фиолетового. Что и делает эту палетку, на мой взгляд, очень и очень интересной. Мне, конечно же, не нужны, на самом деле, такие большие рефилы. Я бы согласилась, если бы эта палетка была вот такого размера. И я бы ничуть не расстроилась. Потому что палеток у меня, честно говоря, дофига. И подобного размера рефилы просто-напросто мне не нужны. Но, но здесь мне что нравится. Мне нравится определенно здесь повседневная гамма. Это не розовая, не рыжая, не оранжевая. Это именно нежная, бежевая, немного бронзовая повседневная гамма, которая подойдет практически любой девушке. Кроме того, каждый раз, когда я показывала какие-либо палетки Наташи Деноне у себя на канале, мне каждый раз зрители рекомендовали именно вот эту палетку. Единственный минус, который я слышала об этой палетке, заключается в том, что на некоторых людях данные сатины могут пожевывать века. И второй минус, на некоторых девушках почему-то данная палетка нестойкая. Но здесь мнения разнятся. У кого-то стойкость хорошая, у кого-то же, наоборот, стойкость вообще ужасная. И тут я, насколько понимаю, как повезет. Давайте я, наконец-то, перестану болтать и сделаю свотчи. Это то, чего ждем мы все уже последние несколько минут, что я тут разглагольствую. Не правда ли? Очень-очень красивые повседневные свотчи. Вы посмотрите на то, как блестит этот интересный фиолетовый оттенок. Безумно-безумно красиво, боже мой. Наверное, я каждый раз, когда тестирую Наташу Денону, когда делаю свотчи, говорю одни и те же слова, но это каждый раз невероятно красиво. Ну, как это можно не любить? Ну как? Подскажите, расскажите, как? Как остановиться и не покупать больше Наташу Денону? Вот вопрос, который интересует меня уже последние полгода. Третья палетка в этом заказе это Huda Beauty Naughty, как я уже успела сказать в самом начале. И да, да, в другой посылке нас ждет еще одна палетка, которая будет дороже. Вот вот этой. И дороже, имеется в виду не со скидкой, а по своей полной цене. Честно говоря, я не хотела покупать эту палетку. Когда я посмотрела на ее гамму, я решила то, что мне она не нужна. Ну вот, собственно, сами можете ознакомиться. Ничего супер нового у нас здесь нет. В особенности здесь ничего нового для Huda Beauty. Мы уже видели у нее теплые красно-розовые палетки, согласитесь. И это было и в новом нюде, это было и в девятках. Нюдовых, и в светлый, и в темный, и в средний. Везде у нас были уже эти цвета. И больше всего, на самом деле, данная палетка похожа на некий микс тех предыдущих палеток, которые она выпускала. Единственное, только у нас здесь появилось несколько новых формул. Это, во-первых, вот этот вот оттенок, который кому-то напоминает гранат, кому-то яйца насекомых. В общем, у кого на что фантазия гораздо. И также новые формулы вот таких вот странных оттенков, которые как будто бы переходят из одного в другой. Выглядит красиво, вне сомнений. А вот насколько это будет красиво смотреться на глазах, вопрос совсем другой. Но почему же я все-таки решила купить эту палетку? Все очень просто. Я посмотрела несколько обзоров, один из которых обзор Алены Ратнер. И там эту палетку настолько расхвалили, что я решила, что все-таки она мне нужна. Мне, конечно же, интересно, безумно интересно попробовать вот эту новую формулу. Давайте сразу же ее себе на руку и намажем. Честно говоря, по ощущениям больше похоже просто на гель. Какой-то небольшой, слегка силиконовый гель. Цвет вот здесь на руке, как вы можете видеть, просто оранжевый. Но, насколько я понимаю, данный оттенок можно наносить, во-первых, поверх других теней, чтобы придавать чуть более влажный эффект. Но, когда вы делаете подобное, у вас исчезает текстура и красота предыдущего оттенка. Второе нанесение, которое, как мне кажется, уже более интересное и которое будет полезно конкретно для меня, это наносить этот оттенок в качестве базы, а потом наносить любой из вот этих вот шиммеров, любую сияшку. И подобным образом сияшка будет еще ярче выглядеть у вас на веках. Иными словами, это просто клейкая база, на которую, как правило, любые тени садятся лучше. Если вы хотите, чтобы я сделал на нее обзор, конечно же, пишите в комментариях. Я, честно говоря, не знаю даже, нужен ли на нее обзор, потому что уже каждый, наверное, блогер рассказал все, что хотел об этой палетке. И каждый, кто хотел, скорее всего, ее уже приобрел. Но если вас по какой-то причине все еще эта палетка интересует, то пишите. Ну вот, как-то так пока выходит. Честно говоря, сияшки пока что лично для меня не выделяются ничем особенно. Сияшки обычные, наши любимые. Вот такие они наносятся пока что лучше, по крайней мере, на свой чай. Они достаточно кремовые, и они легко и быстро отдаются. В то время как вот эта формула, она более кремовая, более нежная, но при этом наносятся они чуть слабее и выглядят менее ярко. Вот этот вот ряд, это вот эти самые новые текстуры. Как вы можете видеть, они заметно сильно отличаются по сиянию от предыдущего ряда, где я наносила просто сияшки. Но при этом у нижнего ряда все-таки есть небольшая дуахромность, в особенности у вот этого оттенка. Здесь одновременно и розовый, и какой-то фиолетово-сиреневый. Здесь я бы сказала, что я вижу небольшие розовые блесточки, вижу сиреневые блесточки и вижу какую-то более темно-фиолетовую базу. В общем, нужно с этой палеткой явно поиграться, посмотреть. Если она меня все же разочарует, то я ее продам. Но после стольких обзоров, невероятно хвалебных, я решила то, что мне нужно. Без комментариев. И также на Культ Бьюти я заказала аж целых три средства от бренда Honest Beauty. Honest Beauty это, как вы все уже можете помнить, бренд Джессики Альба. Она запустила подразделение в своем бренде, связанное с косметикой. Там декоративная косметика и уходовая. Я лично загорелась с покупкой трех средств. Во-первых, это тушь. Вот такая тушь у нее двусторонняя. С одной стороны, где мои волшебные ножнички. С одной стороны у этой туши праймер. С другой стороны сама тушь. Во-первых, мне нравится такая идея, потому что мне всегда нравились туши с праймерами. Вот как выглядит сама тушь. С одной стороны у нас находится тушь. Вполне обычная щеточка. И с другой стороны сам праймер. Лично мне, конечно же, понравилось то, как это выглядит на Джессике Альбе и на всех тех, кто использовал эту тушь. Потому что эта тушь выглядит на глазах не как супер нечто повседневное, практически незаметное. Какие-то ресницы, ниточки. Нет, эта тушь, по крайней мере на видео и на фото, которые я наблюдала, придает достаточно неплохой и среднедраматичный объем. И другие два средства от бренда Honest Beauty. Это вот такая помада в стике. И также это бальзам. Бальзам я взяла в оттенке Melon. Я очень много видео на ютубе пересмотрела, чтобы отобрать вот эти два оттенка. Вы себе просто не представляете сколько. Я перерыла весь интернет, я перерыла весь ютуб, чтобы найти сводчи всех этих помад. И посмотреть, что же именно подойдет мне. Итак, сам бальзам, как я уже сказала, у меня идет в оттенке Summer Melon. Это симпатичный розово-персиковый оттенок, который подойдет большинству девушек. И который будет смотреться на губах максимально спокойно и неярко. Ничем не пахнет? На самом деле нет. Пахнет каким-то кремом для рук. Не очень приятно. И вторая помада, это уже помада в стике. Ее я взяла в оттенке Blossom. Это тоже похожий на предыдущий оттенок, только там уже меньше розового. Больше того, там розового практически ничего нет. Это вот такой вот более полупрозрачный финиш. И данная помада, она больше персиковая. Вот нежно-нежно-персиковая. Теперь давайте вскроем вот такую посылку от VT Cosmetics. Это, собственно, единственная посылка, в которой будет находиться уход. Все остальные посылки это чисто декоративная косметика. И, насколько я понимаю, в этой посылке должны быть средства с цикой. По крайней мере, линейка называется цика. И я вообще ничего не знаю о бренде VT Cosmetics. Ребята, если вы что-то о нем знаете, пожалуйста, напишите, что вы пробовали от этого бренда и как он вам вообще. Мне кажется, этот бренд имеет какое-то отношение к коллаборации VT-BTS, которую показывала не раз Ленский Бьютинос. Но, честно говоря, когда Лена обо всем этом рассказывала, я слушала как-то в полуха. Потому что меня это на тот момент сильно не зацепило. Фух, я, честно говоря, чувствую себя ребенком, который скрывает посылки от Деда Мороза под елкой. Вот серьезно. Открываешь еще эти коробки, зараза, так упакованный, что хрен подкопаешься. В общем, я сейчас минут 10 пыталась скрыть эту дурацкую коробку от VT Cosmetics. И в итоге мое терпение лопнуло. И посмотрите, что произошло. Я просто разодрала эту коробку. Ну ладно, внутри нас ждет очень много всего интересного. Здесь, насколько я понимаю, три средства. Посмотрела все-таки в интернете. ЦИКО – это короткое название Центеллы Азиатской, которую мы все знаем, любим и уважаем. Центелла Азиатская – великолепный компонент для кожи чувствительный, проблемный, у которой есть какие-либо раздражения, недостатки. В общем, для кожи, которая имеет какие-либо недостатки, это великолепный компонент. Итак, мне прислали три средства. Очень симпатичное оформление у этой линейки. Здесь зеленый цвет и тигр. Вот здесь можно на него посмотреть более симпатично и интересно. Мне очень нравятся креативные упаковки, особенно там, где присутствуют животные. Я просто фанат животных, поэтому для меня это всегда сигнал к вау, ой, да-да-да. Здесь у нас огромная, просто огромная лохань какой-то маски, успокаивающей маски с Центеллой Азиатской. Вы только посмотрите на этот сундучок. Что? Серьезно? Сундук с маской? Ладно, давайте вскрывать. Вы только на это посмотрите. Здесь у нас пинцетик. И что уже предполагается делать с этим пинцетиком? Ах, вот оно что! Смотрите, как все оказывается интересно. Внутри у нас наборы листовых масок. Для этого как раз-таки нам нужен пинцетик. Мы пинцетиком будем подцеплять одну вот такую масочку, ее вытаскивать и наносить на лицо. Внутри этого контейнера находятся вот эти сами масочки. И также я вижу, там плавает сама эссенция, которой пропитаны наши маски. В общем, безумно интересная затея. Я подобного еще, честно говоря, не встречала. Я ожидала контейнер с маской, которую нужно просто на себя наносить кисточкой или просто пальцами. А тут у нас оказывается вот такая интересная шкатулка. И здесь написано то, что масок самих у нас здесь содержится 30 штук. Просто великолепная на самом деле затея. Второе средство это цико-крем. Давайте его тоже вскроем, посмотрим. Я повторюсь, если вы что-то знаете об этих средствах или если вы пробовали какие-либо средства от этого бренда, то обязательно напишите об этом в комментариях. Это будет интересно почитать и мне, и другим зрителям, которые тоже, быть может, интересуются данной косметикой. Вот так выглядит сам крем. Очень простая упаковка. Пока что она ничем не выделяется. Но будем надеяться, что содержимое данного крема как раз таки будет нести в себе какие-то интересные свойства. И последнее, что пришло. Вот что-то вот такое. Здесь даже нет никаких опознавательных знаков на английском языке, чтобы это могло быть. Так что давайте с вами вскроем и узнаем. Обалдеть! Вы только посмотрите на это оформление. Я обалдею. На самом деле здесь очень красивый зеленый цвет. Крайне необычный. Обычно все приходит в чем-то белом или розовом. Отсылка к Kylie Jenner из Semi Beauty. Но зеленый тоже очень красиво смотрится. Тем более такой благородный, изумрудный зеленый цвет. Итак, у нас это увлажняющая эссенция. Как мы могли уже догадаться. Судя по упаковке, здесь, в общем-то, было только несколько вариантов. Либо это будет сыворотка, либо это будет эссенция. Здесь оказалось то, что это эссенция. Эссенция это средство, которое как раз таки является чем-то промежуточным между сывороткой и тонером. И я, как правило, эссенции очень люблю, потому что они быстро впитываются, но при этом хорошо работают. Вот такого бело-зеленого странного цвета у нас эссенция. Пахнет травами. И очень легко распределяется по рукам. В общем, когда-нибудь в ближайшем будущем, когда получше потестирую эту линейку, я вам про нее еще расскажу. И самая последняя посылочка, это посылка от Золотого Яблока. Как я уже сказала, здесь всего два средства, но почему-то эта коробка самая большая. И давайте, конечно же, вскрывать, не будем больше томить душу, что же здесь такое находится, что дороже худой бьюти. Итак, что же я все-таки заказала? Во-первых, это тональное средство от бренда Estee Lauder Futurist. У меня это оттенок 1N2 Ecru. Я его уже тестировала в офлайн-магазине. Тогда я брать не стала, потому что на него не было скидки. Но я поймала скидку почти 50% на это средство и решила, что надо брать. Сам по себе этот тон стоит около 4 тысяч рублей, я же его купила за 2 100. Очень и очень хорошая скидка, согласитесь. Данный тон очень интересный. Лично мне понравилась его формула, понравился его цвет. Он такой немного жиденький. И у него покрытие от легкого к среднему. Данный тон должен достаточно неплохо сидеть на комбинированной и нормальной коже, которая как раз-таки у меня. Но также я прочитала тонну не очень хороших отзывов об этом средстве. Во-первых, от обладателей сухой кожи. И во-вторых, от обладателей с очень светлой кожей. Почему-то самый светлый оттенок в этой линейке, он какой-то, видимо, самый проблемный. И все девушки, кто пробовали самый светлый на iRecommend, на него жалуются. И теперь давайте переходить к десерту. К самому сладенькому, самому интересному и самому, на мой взгляд, долгожданному. По крайней мере, лично для меня. И это палетка Tom Ford. Да-да, наконец-то я в своей бьюти-мании дошла до покупки Tom Ford. Почему я так говорю? Потому что цена на Tom Ford выше, чем цена на Hudo Beauty. При этом, заметьте, у Hudo Beauty здесь сколько оттенков? 6 на 3, 18. У Hudo Beauty в палетке стоит по 5 тысяч, и здесь 18 оттенков. В то время как Tom Ford вот такой вот, со скидками, ну, самыми обычными скидками, стоит 5,800. Но здесь не 16 оттенков, здесь собака всего 4. У меня эта палетка Pretty Baby, конечно же, спонсор, вдохновитель этой покупки. Это тоже Алена Ратнер, которая сделала великолепнейший обзор на эту палетку. Интересная, интересная у нее гамма. Как видите, эта гамма холодная, здесь есть и более серые оттенки, более розовые и фиолетовые. Здесь нет абсолютно ничего рыжего, розового, того, что мы ненавидим в последнее время. Чем у нас производители косметики уже просто задавили. Но здесь гамма тоже, скажем так, спорная. Мне лично понравилась гамма, мне понравился обзор на эту палетку, и поэтому я решила, что все-таки я ее хочу. А как бьюти-блогер, мне вообще полезно иметь в своей коллекции что-то Tom Ford, чтобы иметь возможность сравнивать какие-либо тени с этой формулой. Вот такие сводчи вышли у этой палетки. Достаточно они, на мой взгляд, спорные. Вот этот оттенок, я предполагала, что он будет более розовым и более кремовым. На самом же деле, наносится он достаточно сложновато. По крайней мере, на веки могут быть проблемы. Вот этот вот лавандовый, фиолетовый, достаточно симпатичный. К нему пока что претензий нет. Очень красивый дуохром. Вот этот дуохром, конечно же, нанесся потрясающе. Я очень надеюсь, что он также будет наноситься на глаза и также блестеть. Здесь невероятно красивое сиренево-розовое сияние. И самый последний, самый темный оттенок. Он немножечко полупрозрачный. И он уже более теплый. Это теплый коричневый оттенок. Внутри него тоже есть как будто бы небольшие-небольшие блесточки. Что делает этот оттенок достаточно симпатичным. Насколько я понимаю, вот эти блесточки в составе, они как раз-таки помогают теням лучше тушеваться и образовывать меньше грязи на веки. В общем, выглядит очень интересно и многообещающе. Надеюсь, мы подружимся и мне не придется ее продавать. Потому что палетка за такие деньги просто обязана, на мой взгляд, быть великолепной по качеству. Ну что ж, а мы с вами все распаковали. Мы большие молодцы. Как видите, покупок было не очень много, но на самом деле они были достаточно ощутимы финансово. Если вас что-то из этого видео заинтересовало, то я напоминаю, что вы всегда можете написать мне об этом в комментариях. Я расскажу о своих впечатлениях и даже, быть может, сделаю отдельный обзор, чтобы вы тоже могли получше прочувствовать каждое средство и понять для себя, нужно оно вам или нет. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.